Русские новости 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 22, то есть гораздо хуже, воспроизводство человеческого потенциала не происходит, причем не происходит, надо сказать, уже много лет, все правление Путина это демографическая катастрофа, занимается правительство его совершенно не этими вопросами, а вот там ВВП, какой-то всякой ерундой. Уровень смертности на 1000 жителей, предельно критическое значение 12,5, фактическое состояние 13, можно сказать, это почти в рамках погрешности, но это предельное значение, критическое значение, оно уже превышено. А сколько нормальное? К сожалению, в книжке мы не видим нормальных значений, но это нормальное значение для смертности явно ниже, чем вот этот коэффициент 13, который у нас сейчас по факту присутствует. Естественный прирост человек на 1000 жителей, предельно критическое значение 12,5, то есть должно появляться, превышать численность жителей на 1000 человек в год. 12,5 в среднем человек должно обнаруживаться прироста, новые люди, кто-то выбывает, кто-то рождается, и вот прирост должен быть 12,5, у нас 0,2. Нет прироста, нет прироста, или он настолько маленький, что, можно сказать, не ощутим. Я думаю, что эта цифра лживая. Реально никакого прироста нет, есть катастрофический убыток населения коренных народов России. А вот весь тот прибыток, который высаживают из пальца статистики, относится, конечно, к пришлому населению, к недавним гражданам, которые сюда переселились из Азии, или Закавказья, или от более отдаленных территорий. И эта прибыль связана с особым спонсированием всех национальных республик. Вот там действительно вкладываются в то, чтобы рождаемость была как можно выше, смертность как можно меньше. И, соответственно, весь этот вот даже ничтожный прирост, он связан с вот этой рождаемостью ни русского, ни коренного населения. И если учесть, сколько, какова рождаемость среди русских, то статистика на эти цифры глаза закрывает, точнее, их просто не объявляет, не вычисляет. Для того, чтобы скрыть катастрофу, демографическую катастрофу русского большинства в России, замещение русских другими народами. А это я подчеркиваю, много раз об этом говорил, но должен постоянно повторяться. Уничтожение русского народа является целью нынешнего российского правительства во главе с Путиным. Имею в виду, конечно, под правительством, не правительство Российской Федерации, а в целом политический режим правления, который установлен в Российской Федерации самозванцами, не имеющими никаких прав занимать те должности, которые они занимают, и принимать те решения, которые они принимают. Даже по их собственным законам они полные самозванцы. Следовательно, государственные преступники и подлежат в будущем заключению под стражу и суду. Смотрим дальше. Продолжительность жизни. Вот здесь какие-то странности написано. Предельно критическое значение 78 лет, фактическое 70. У нас и фактического 70 нет. Недавно публикуемые цифры для мужчин не могут достигнуть пенсионного возраста 59 лет. И для женщин около 70. Вот как среднее фактическое состояние на 2013 год объявлено 70. Это, конечно, ложь. Кроме того, есть распределение ожидаемой продолжительности жизни по разным возрастным категориям. Так вот, получается, чем люди моложе, тем меньше они живут. Вот те, кто в советском здравоохранении получал то, что теперь называется услугами, на самом деле поддержку организма, те живут долго, если, конечно, не пьют. Алкоголики прекратили свое существование еще в 90-е годы. Они спились и все умерли. А вот молодежь, которая образовала в течение 90-х годов, или чуть раньше, те, кто получает так называемые услуги здравоохранения в последние два с половиной десятилетия, эти люди будут жить меньше, чем люди, родившиеся и прожившиеся больше часть жизни в советский период, или значительную часть жизни. Вот цена того, что мы позволили самозванцам владеть Российской Федерацией и владеть нами, народами России, прежде всего русским народом. Разрыв между доходами 10% самых обеспеченных и 10% самых малообеспеченных в разах. Предельно критическое значение считается в 8 раз. Фактическое состояние в два раза хуже – 16,2%. Я думаю, что фактическое состояние гораздо хуже, чем представлено статистикой, поскольку есть колоссальные скрытые доходы, всякие там офшорные инструменты и так далее. Я думаю, что цифра фактического состояния не меньше, чем 30. По крайней мере, такую цифру объявляли специалисты еще в 90-х, в начале 2000-х годов. Я думаю, что положение, может быть, только усугубилось, поскольку все кризисные явления перекладываются на тех, кто имеет наименьшие доходы. А олигархия продолжает распухать. И если у нас количество олигархов за время правления Путина увеличилось более чем в 10 раз, то я думаю, что и вот этот децильный коэффициент соотношения доходов между 10% малообеспеченных и 10% самых богатых тоже увеличилось, а вовсе не уменьшилось. И, конечно, это не 16,2, а много больше. Можно себе представить, как должна быть устроена справедливая система, скажем, самого нижнего уровня. Скажем, вот приходит в какой-то исследовательский институт молодой специалист. Он получает, скажем, по тем усилиям, которые он предпринял, чтобы стать специалистом, если это действительно было так, если действительно его учили, а не обманывали, он должен получать в нынешней системе, скажем, 25-30 тысяч сразу. Сколько должен получать директор института? Вот самый бедный слой, плюс еще обслуживающий персонал есть, который, может быть, долго проработал, тоже получает примерно столько же. И есть высшее руководство данного института. Директор, замдиректора, там один, другой и так далее. Сколько между ними может быть разница? Ну, скажем, младший научный сотрудник или инженер получает 30 тысяч, 25-30 тысяч. Сколько должен получать директор? Он должен получать из всех источников 250-300 тысяч. Это нормально. Больше – это уже безобразие. А у нас, если взять, скажем, учебный институт, разрыв просто колоссальный. Скажем, там, преподаватель, старший преподаватель, доцент могут получать 15-20 тысяч. А ректоры института, президенты института, проректор, они получают полмиллиона, миллион. Вот такие цифры. То есть, разрыв куда больше, чем тот, который нам представляется как существующий на данный момент. Смотрим дальше. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах. Предельно допустимое считается 7%, у нас 11%. Я думаю, что реально не менее 20% статистика врет раза в два. Если эту поправочку внесем, то поймем, что мы живем в состоянии катастрофы. По крайней мере, это жизненная катастрофа для не меньше, чем 20% населения, которые едва-едва сводят концы с концами, вынуждены экономить на всем, в том числе на образовании, на здоровье детей, на квартплате, экономить все, что угодно, на свет, на газ, на воду. И вынуждены там где-то просто не платить и влезать в какие-то долги, их будут преследовать. Они вынуждены переселяться в меньшие помещения, меньшие квартиры и так далее, и так далее. Катастрофа касается напрямую, уже просто вот сейчас держит за горло, не меньше, чем 20% граждан Российской Федерации. Ну, остальные думают, что может быть как-то все образуется или вообще считают, что живут неплохо. Но если 20% находится в условиях катастрофы, то это существенно превышает предельно критическое значение. Это значит, что все общество идет в пропасть, валится в пропасть. Уровень безработицы считается, что критическое значение 5%, у нас 5,5%. Это, конечно, обман, потому что если человек работает, скажем, на полставки за 5-6 тысяч рублей, а то и за 2-3 тысячи рублей, это не работа, это просто выживание, это рабское существование, это умирание. Поэтому реальная, я думаю, безработица тоже касается порядка 20% граждан. Частичная безработица, недостаточная оплата труда для проживания, то есть фактически это занятие времени, чтобы получить хоть что-нибудь, хоть какие-то копейки и надеяться на то, что может быть зарплату повысят, может быть какую-нибудь премию дадут, может быть в должности повысят и так далее. То есть реальная безработица, это тоже можно считать, что касается людей, получающих ничтожную зарплату, символическую, я бы сказал, зарплату. Смотрим уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек. Критический уровень считается 1000 преступлений на 100 тысяч человек. Фактическое состояние 1500. Есть еще латентная преступность, может быть она и в критическом уровне как-то учитывается, но по крайней мере мы видим, что преступность гораздо выше, чем критический уровень. Это тоже катастрофическое состояние. Понятно, что на преступления идут очень часто от бедности, от безысходности, часто от просто невоспитанности, беспризорности, безнадзорности. От того, что полиция смотрит в другую сторону, занимается только самообогащением и ее не интересует то, что происходит на улицах. Вот эта уличная преступность, мелкая преступность, семейная преступность. Давно вы общались со своим участковым? Я думаю, что никогда не общались. Я вот своего видел только однажды, и то его прислали проверить, живу ли я здесь и чем там я занимаюсь в своей квартире. Не готовлю ли я какую-то диверсионно-подрывную деятельность против нынешнего режима. Больше я его там не видел. Хотя в криминальной истории, скажем, в нашем подъезде случается то и дело. Смотрим еще. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума. Считается, что критический уровень 3,5, у нас 3,4. Глазев пишет, в пределах нормы. Но какой же это в пределах нормы, если даже по официальной статистике это рядом с критической границей. Можно сказать, статистическая погрешность эту границу перекрывает. То есть мы находимся на уровне катастрофы, а не на уровне нормы. Поэтому нельзя писать в пределах нормы. А можно писать, что достигли критического уровня. Вот это действительно было бы правильно. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума. Мы находимся в состоянии катастрофы. Суммарный коэффициент рождаемости среднего числа детей, рожденных женщиной в фертильном возрасте. Известная цифра 2,15. 15,00 приходится на детскую смертность, на внезапную смертность. Поэтому женщина в среднем должна рожать. На одну женщину должно приходиться 2,15 рождения. Это чтобы просто воспроизводить нацию. Чтобы число живущих не уменьшалось. От, конечно, рожденных, от тех, кто жил в стране. Вот этот завоз иммигрантов, он к этим цифрам, естественно, отношение имеет. У нас цифра официальная 1,6. То есть заметно меньше, чем уровень воспроизводства. Женщины просто не рожают. Боятся рожать, делают аборты. Потому что, родив ребенка, они попадают в ситуацию крайней нищеты. И даже своего ребенка не имеют возможности прокормить. Я уже не говорю о том, чтобы довести его до уровня совершеннолетия. Здоровым и образованным человеком, готовым к взрослой жизни. Это практически невозможно в нынешней ситуации. Поэтому многие отказываются от рождения детей. Или отказываются от самих детей. Вот эти цифры здесь не приводятся. Они попадают в категорию без родителей, сирот, которых принимают в детских домах. И к совершеннолетию выпускают во взрослую жизнь не готовыми к ней, не здоровыми, не имеющими достаточного образования. И не имеющие зачастую имущества. Им негде жить. Нигде их на работу не принимают. И это, конечно, среда, в которой происходят самые ужасные трагедии. Которых предпочитает нынешняя власть молчать. И вот здесь в цифрах, конечно, ничего не учитывается. Коэффициент старения населения. Доля лиц 65 лет и старше в общей численности населения. Критическая цифра 7. У нас цифра 12,9. Но, коль скоро нет детей, то постепенно доля старшего поколения увеличивается, увеличится. Вот сейчас она уже почти 13%. Я не знаю, почему здесь написано в пределах нормы у Сергея Юрьевича Глазьева. 7% и почти 13% уж никак не совпадают. Не в пределах нормы, не в пределах. А состояние абсолютно катастрофическое. Индекс развития человеческого потенциала. Это я не знаю, что такое. Тоже написано в пределах нормы. Не понимаю, поэтому не обсуждаю. Уровень потребления алкоголя. Литров абсолютного алкоголя на душу населения. Критическое значение считается 8. 8 литров алкоголя, то есть 8 литров условного спирта в год. А фактическое состояние на 2013 год это 13,5. Я думаю, реально это значительно больше. Потому что водочная мафия у нас скрывает уровень производства, соответственно, искажается уровень потребления. Я думаю, что он гораздо больше. Но главное, что уровень катастрофы превышен. 8 литров это спивающееся общество. У нас общество спивающееся колоссальными темпами. Несмотря на то, что большое количество алкоголиков советского периода выберло, алкоголизм продолжается. Только алкоголизм уже переходит в другие формы. Пивной алкоголизм, слабоалкогольные энергетики и так далее. Прочий мусор, который протекает через организм, прежде всего, молодого поколения. Ну а старшие, как обычно, приобщаются к водочке, кто зажиточным по коньячку проходится. Я не говорю уже о производстве самогона. Это тоже не учитывается всей этой статистикой. Главное, что от 8 литров мы уже оторвались довольно далеко. 13,5 литра по официальной статистике. По неофициальной доходит до 25-30 литров условного алкоголя на душу населения. То есть мы живем в стране, которая алкоголизируется. А еще и наркотизируется. Доля людей, употребляющих наркотики в процентах, 7% катастрофа. Фактическое состояние 6. Опять Сергей Юрьевич пишет в пределах нормы. Какая же это норма, когда мы на грани катастрофы? Даже по официальной статистике. Реально, я думаю, что это просто обман. Это обман и никакой нормы здесь нет. Есть самая настоящая катастрофа. Полное отсутствие деятельности госнаркоконтроля, который не умеет сдерживать те потоки наркотиков, которые у нас приходят прежде всего из Афганистана. И происходит это в течение многих лет. То есть не улавливается из этих потоков даже 10%. Все это протекает в Россию. Часть проходит дальше на запад, восточноевропейские, западноевропейские страны. Но уж точно никак не меньше половины этого огромного потока оседает здесь. От него перехватывают, дай бог, 10% и скорее всего и меньше. А почему не могут? Почему не могут справиться с этим наркопотоком? А потому что его никто и не собирается останавливать. По моим представлениям, только наличие наркомафии в высших эшелонах власти может позволять вот так наркотизировать нашу страну. И, наконец, число суицидов на 100 тысяч человек населения считается катастрофическим, критическим значением 20. 20 суицидов, 20 случаев, когда люди кончают с собой и умирают по неестественным, противоестественным причинам самовольно. И реальная цифра, статистическая, 19,6. Для советника президента это тоже в пределах нормы. Да не в пределах нормы. Я не говорю уже о том, что детские суициды – это просто катастрофа. Это действительно обессмысливание жизни уже в самом раннем возрасте и представление детям таких стандартов жизни, которые предполагают скорую и, точнее, немедленную смерть. Вот мы проследили, мы обсудили только одну из нескольких таблиц, которые есть в книге Академика Глазьева, советника президента, и вынуждены констатировать порядки ликбеза для тех, кто еще не понял. Российская Федерация как государство и российское общество живут в состоянии катастрофы несколько, может быть, десятков даже лет и не замечают этого, и не замечают того, что власть, поставленная над нами, является организатором этой катастрофы, что все эти ужасные цифры – это цифры, которые реализованы в плановом порядке, которые являются следствием социально-экономической политики, политики, выжигающей в Российской Федерации все живое. А я думаю, в следующих наших передачах «Русских новостях» мы продолжим обсуждение вот этой цифры и посмотрим, какими способами обогащаются те люди, которые стоят у власти, вся эта олигархия, и почему это обогащение напрямую связано с этой социальной катастрофой, с вымиранием общества, с отсутствием в нашем обществе какого-либо воспроизводства. Я думаю, что эти цифры напрямую доказывают, что во власти сидят враги нации и государства, и если мы хотим спасти Россию, спасти коренные народы России, прежде всего русский народ, то мы должны добиваться всеми силами уничтожения этой власти и стремиться к приведению во власть нормальных, вменяемых, честных, профессионально подготовленных русских людей. А таких у нас в стране еще много, несмотря на самые энергичные усилия стоящих в власти негодяев, чтобы у нас не было ни образованных, ни здоровых, ни честных людей. Они еще есть, и пока они есть, еще не все потеряно. Еще мы можем иметь нормальную, честную, профессиональную власть, которая будет работать на интересы нации и государства.